Друзья, всем огромный привет! В эфире телеканала Беларусь-2, молодежный интерактивный проект Пинкод. Предлагаю ближайшее время провести вместе с нами в одной компании, тем более много чего интересного для тебя мы подготовили. Начнем с приятностей. Напомню, что если ты хочешь выиграть вот такую вот игру, которая называется Квестмастер, тебе необходимо смотреть наш эфир внимательно в пятницу. Потому что в пятницу в нашем интерактиве Кахут мы такой подарок от магазина домашних развлечений Игромастер и разыграем. Это в пятницу. Запомнили? Я думаю, что запомнили. А вот интересная информация уже про сегодняшний наш эфир. Знали ли вы, что статистика говорит, что реклама работает лучше, если в ней снимаются дети либо животные? Знаете почему? Потому что уровень мимимишности зашкаливает. Мы сегодня будем это проверять как раз таки с животными в нашем эфире. Посмотрим, насколько вы будете активными. А пока советую зайти в нашу группу во Вконтакте и найти вот такой вот пост с мопсиком. И написать нам, придумать стопроцентную фразу. Вот как звучит задание сегодня, которое поможет уговорить родителей завести домашнее животное. И вы знаете, уже очень много вариантов. Мы к ним сегодня перейдем. Предлагаю здесь и постоянно доставать всякими фразами и так далее. В общем, пишите. Очень интересно, что вы по этому поводу думаете. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что еще вас сегодня интересного ждет в программе Пин-код. Смотрите сегодня в программе. Вся правда о груминге. Хотя стоп, для начала выясним, что это такое. Воспитаем собаки человека. И заодно узнаем, как уговорить родителей на питомца. А в конце программы Таня Матусевич проверит бьюти-советы из интернета. Это Пин-код. Смотри, не пропусти. Друзья, это Пин-код. Мы по-прежнему в прямом эфире. Как здорово, что вы подхватили наш пост, который мы выложили недавно. И придумываете фразы, которые помогут вам, ну или тем, у кого нет еще домашних животных, сделать так, чтобы они появились. В общем, уговариваем родителей, чтобы они разрешили завести вот такого моптика или собачку какую-нибудь побольше. Почему только собачку? Котика, а может быть даже и змею. Давайте посмотрим, что пока вы нам пишете. И вот многие предлагают начать играть с младшим братом. Вот мне нравится вариант, чтобы родители поняли, что вы будете так же хорошо, как за братом, ухаживать за собачкой. Вот такой вот совет кто-то нам прислал. Продолжайте в том же духе. Но я хочу вам задать вопрос. Вот вы не задумывались, если нам надо постричься, куда люди идут? К парикмахерам? Сделать макияж к визажистам? Если кожу хочется сделать лучше свое лицо, чтобы красиво выглядело? Идем мы к косметологу. А вот оказывается, у животных тоже есть так называемый спа-специалист, который все эти функции объединяет в одной профессии. Если вы не знаете, о ком идет речь, то я скажу, что это профессия груминг. Да, вернее, сфера называется. Вот давайте посмотрим сюжет, кто такие эти грумеры, что они делают вообще, что это такое за занятие. Внимание на экран. Грумер — это не новомодная профессия. Она существовала в Египте уже в начале первого тысячелетия, то есть почти три тысячи лет назад. Правда, тогда ухаживали исключительно за кошками. Для этих животных был целый культ красоты. А вот благодаря стараниям короля Людовика XVI появились первые официальные груминг-салоны. И уже в XVIII веке каждая уважающая себя европейская семья, имеющая собаку, водила питомца к коаферу — собачьему парикмахеру. XX век — следующий этап развития груминга. Появляется ряд новых процедур, повышается спрос на мастеров по работе с лошадьми и глоткошерстными породами собак. Несмотря на то, что в наших краях груминг стал популярен относительно недавно, отбоя от четвероногих клиентов нет. Итак, что же делают с вашими питомцами? Рассказываю. Начинается с пазбанных процедур. Животного моют шампунем и кондиционером. Опережая твои вопросы, скажу сразу — косметику используют исключительно для животных. Жидкости из наших баночек, увы, брать не советую. Составы нити. Можно изрядно подпортить шерсть своему четвероногому другу. Следующий этап — это сушка фена. Если у питомца густой подшерсток, как у шпица, например, то это растянется на пару часов, не меньше. Поэтому для экономии времени выполняют сразу два дела — сушат и расчесывают. Кстати, про вычесывание. Собак нужно расчесывать каждый день. Так же, как мы с вами расчесываем волосы, точно так же следует ухаживать и за шерстью питомцев, потому что шерсть собак спутывается. Расчески лучше покупать для собак специальные в зоомагазинах, потому что они более эффективно расчесывают шерсть, нежели человеческие, и, как правило, более безопасно не расцарапывают кожу при правильном применении. Как правило, мало одной расчески за уходом даже за собакой. То есть нужно покупать несколько расчесок — уходерок, гребней. Для каждой породы собак свой набор, поэтому лучше всего консультироваться в магазине, говорить, какая у вас порода собак, и вам там посоветуют выбрать, подобрать нужный набор. Хочу успокоить тех, кого смутила вот эта штука. Собачка у нас сейчас стоит на так называемой ринговке. Это петелька, которая ее придерживает как ошейник. В первую очередь это для безопасности собаки, чтобы она вдруг, если ей куда-то захочется пойти, не смогла спрыгнуть со стола и навредить себе. Петля эта регулируется. Специально по росту собачки ставится так, чтобы собака не душилась, но тем не менее не могла свалиться со стола грумерского, потому что стол достаточно высокий, пол жесткий, и, естественно, собака может нанести себе случайно травму. Когда собаку идеально вычислили, можно приступать к стрижке. Полет фантазии здесь бескрайний. У многих пород есть так называемый стандарт породы. Именно стрижка породная, в которых собаки выставляются на шоу, ходят на выставки. Можно собаку стричь именно по породе, по стандарту. Можно стричь так, как хочет хозяин. То есть где-то в интернете увидели картинку, часто бывает, скачали, приходят. Можно ли постричь собачку именно так? Ну, конечно, можно. Со стороны, конечно, наблюдать за процессом интересно, но попробовать хочется не меньше. Что я могу делать? Какие ножницы брать? Где я могу немножечко попробовать себя в деле? Ну, есть ножницы закругленные, вот такие изогнутые. Ими очень удобно стричь всякие окружности. Так как у шпица у нас грива имеет форму такого, как полкруга, да-да-да, то вот предлагаю попробовать на ней. То есть вот у нас здесь низ, да, видно? Угу. Вот, и пошло закругление к уху. Сейчас я шерсть начешу, чтобы было попроще. Ножнички возьмете, и вот можно снизу чик-чик-чик-чик-чик-чик несколько движений сделать. Так, давайте. Угу. Так, давайте. Еще бы он сидел. Да нет, давай. Так, а левой рукой за носку лучше подержать. Если не получится, я попробую, может быть, его придержать. Видно? Чувствую режем. Держи. Ну, дружочек. А с этой стороны как-то? А с этой стороны ножницы переворачиваем, да-да-да. Тише, дружочек, не волнуйся. Дэми, сейчас будет экстремально короткая стрижка, аккуратно. Мама ничего не испортит, небось. Ну, как сказать? Я бы не была так уверена. Всегда можно все исправить. Ну, не совсем полукруг. Я бы сказала, даже не ромб. Отечная фигура. Ладно, давайте все-таки это сделаете вы. Окей. Я не знаю, как можно идеально подстричь пушистика. Он крутится, вертится. Есть именно правильное, скажем, положение рук специалиста во время стрижки. То есть я сейчас держу собачку за мордочку, так, чтобы ее не душить, естественно, не за горло. Потому что если я собаку возьму за горло, собаке будет дискомфортно, собака будет вырываться. Поэтому я держу аккуратненько за мордочку, не заминаю тем самым шерсть и не причиняю собаке дискомфорта. Когда стрижешь ножки, тоже держишь ножки особым образом, чтобы даже если собачка где-то покрутится, повертится, не смогла себе сустав выкручить. То есть на курсах груминга, да, в хорошей школе вас обязательно обучат тому, как правильно держать собаку, как правильно держать инструмент, какую занять мастеру позицию, как поставить собаку, чтобы максимально облегчить задачу и себе, и клиенту. Курсы груминга – это хорошо. А что по поводу ветеринарного образования? В плане ухода за животными ветеринарное образование не обязательно. Но очень хорошо, если будут хотя бы какие-то основы у человека, либо представления о собаках, о заболеваниях, о физиологии собак, чтобы можно было вовремя среагировать, если вдруг что-то не так, чтобы можно было распознать заболевания у собаки, там, тот же лишай. Вот. То есть лучше, конечно, если есть образование, либо хотя бы какие-то основы ветеринарии. Бытует мнение, что животным зубы чистить не нужно. Это неправда. Ни одна косточка, ни одна вкусняшка не заменит эту важную процедуру. Для того, чтобы почистить собаке зубы, лучше приобрести специальную щетку, такую вот с двумя кончиками, да, где маленькая головка, ей удобно пролазить глубоко в рот, доставать до дальних зубов. Есть более такая широкая головочка, ну, часто она используется для более крупных собак, либо для передних зубов. Есть также зубные щетки, которые деваются на палец, то есть кому-то удобнее такими щетками чистить. Зубная паста тоже лучше специальная, потому что собачка рот не прополощет после зубной пасты, собачки эту пасту съедают, слизывают, поэтому специальная паста не вредит желудочно-численному тракту собак. Назревает главный вопрос, сколько за все это мы заплатим? Цена на стрижку собаки зависит от того, сколько времени тратит мастер на работу с животным. Таким образом, для мелких собак это где-то порядка 50 рублей, для крупных может достигать даже 150 рублей. В эту стоимость входит мытье собаки, вычесывание шерсти, сушка, естественно, стрижка коготков, чистка ушек и модельная стрижка по желанию хозяина, либо стрижка по стандарту породы. В дополнение к этому можно еще использовать маски для шерсти, креативные стрижки или окраски, маникюры, прически и всего не перечесть. На мой взгляд и базового ухода вполне хватает. Впрочем, смотрите сами. Да уж, профессиональный уход обойдется вам в копеечку. Будем сегодня в эфире программы «Пин-код» искать альтернативы вместе с нашими гостями. Давайте знакомиться у нас в гостях Елизавета и ее друзья. Как зовут их, Елизавета, рассказывайте. Здравствуйте. Так, собачек зовут, это Прайд, мальчик, и Фиби, девочка. Расскажите, сколько у вас вообще животных? Дома у меня живет семь собак. Откуда столько? Большая любовь к животным привила мама с детства, поэтому получилось очень много. И кошка еще. Все одной породы или нет? Нет, шесть у нас ёрков маленьких и одна большая, подобранная с улицы. Похоже на овчарку. Слушайте, ну вот так хорошо, семь, семь питомцев. Вот многие наши комментаторы пишут, наши зрители в комментариях точнее, что действительно не разрешают даже одну собачку маленькую завести, а тут сразу семь. Может быть, какой-то сразу совет дадите вот нашим зрителям, пока комментарии смотрю, тут вот что присылали. Как вот завести, что сказать родителям, чтобы разрешили? У меня не было такой проблемы, потому что мама очень любит животных, поэтому мне не пришлось упрашивать. Первую собачку мы взяли уже 14 лет назад, поэтому как-то сразу я предложила, мама сказала, а давай возьмем. А вот комментарии пишут, комментаторы наши пишут, вот Анна пишет, что решила тоже взять собачку и подошла к маме, а мама сказала, вот научишь, я так понимаю, сестричку учить, вот букварь, да, все буквы выучить с ней, и тогда получится. Вот сестричка не выучила, все равно купили. Тоже поспорить, почему бы, почему бы и нет, может быть, так тоже получится. Пойду я к вам, наверное, присяду на диванчик, познакомлюсь с питомцами. Ой, бусечки какие классные. Так, расскажите, пожалуйста, вот если очень нужно животное, что еще можно, вот что посоветуете? Может быть, начать как-то разбираться в этом, там, читать, там, и так далее. Обязательно почитать про уход за животным, обязательно прочитать про как кормить, что купить на первое время хотя бы, чтобы было у животного. Ну, в общем, основной совет разбираться перед тем, как брать животное, а то вы возьмете, а потом не будете знать, как за ним ухаживать, тогда точно вам не сдобровать. Слушайте, я знаю, что собаки могут ревновать своей хозяеве, если те выражают любовь, например, к другим существам. Ревнуют. У вас же семь собак ревнуют. Да, очень ревнуют. Что одну вот жалеет сейчас, а вторую нет. Смотрите, он, видите, хочет, чтобы я его гладила, потому что одна лежит на ручках, и он хочет на ручке. Очень ревнивая. А вы успеваете всем вот любовь, одинаково там, пожалеть каждую собаку или не надо? Успеваем, конечно, и на большое время хватает еще на улице. А я вот слышал такую тоже интересную вещь, давайте разбираться, что собаки некоторые могут даже больными притворяться, чтобы вот внимание на себя обратить. Замечали такое вот поведение странное когда-нибудь собак, когда им не хватало внимания? Нет, мои собаки, они вот не умеют манипулировать и как-то, ну, показывать то, что они там больные. А вот так вот, если гладишь одну, все, остальные пять тут же прибегают, начинают одну выталкивать, и все, гладь, или вот так ложатся, и все, гладь меня. Если решили завести много собак, к этому надо быть готовым. Давайте поговорим немножко про уход. Вот многие говорят, что заводишь собаку, надо сразу там деньги на уход готовить, мол, сюжет Таня Натусевич смотрели. Там же огромные суммы получаются. К чему надо быть готовым? В чем заключается уход за собаками? Ну, так как у меня собак много, к грумингу никто не ходит, потому что это очень накладно. Поэтому пришлось дома все учиться самой. То есть купить машинку, если, ну, как бы, если одна собака, то, я думаю, человек может отвезти постричь. Раз, не в комиссии, да, да. Вот, а так хорошо было бы научиться ногти стричь, потому что это тоже стоит денег в клинике ветеринарной. Самому можно научиться чистить ушки, чистить глазки, зубы чистить обязательно. То есть, как и людям, два раза в день нужно приучать чистить собаку зубы. Чистить зубы? Да. Божечки мои, котам тоже, у меня просто кот дома, ему тоже, что ли, надо чистить зубы? Ну, не мешало бы, да. А как это делать? Подождите, давайте разбираться. Вообще, естественно, собака уже взрослая, она не даст уже чистить зубы. Так как, ну, она не привыкла к этому, ей уже будет некомфортно. А в детстве что, обычной зубной щеткой, простите? Вообще, первое время, чтобы собака привыкла, можно намотать на палец кусочек марли или кусочек тряпочки, смочить чем-то вкусненьким. И вот, ну, чистить ей зубки, чтобы она привыкала. А потом, да, щетку зубную, пасту зубную. И все, слушайте, вот я жил, не знал. А хорошо, а когда вырастет, что делать? Специальные средства есть какие-то для... Да, зубная паста есть, специальная для собак, которая не вредна, потому что они же не умеют выплюнуть ее потом. Поэтому специальная зубная паста, не вредная. Вот, и чистить. Они, когда начинаешь это все с детства делать, они очень быстро привыкают. Я знаю, что не у всех владельцев, вот мы говорили про стрижки, про уход, не у всех владельцев собак есть всякие там способности стричь и так далее. Ты, мой дружок, пока посиди, а я вот вернусь к своему компьютеру и покажу, что бывает, когда люди не совсем умеют правильно ухаживать за собакой, а точнее, не совсем правильно ее стригут. Итак, мой топ личный. Ну вот, мне вот нравится собака настоящий лев. Как вам? Как вам такая идея? Мне кажется, это ужасно. Почему зато, видите, да, царь зверей сразу видно идет. Давайте дальше посмотрим. Сердечко посвящаю тебе, когда хвостик превращает в сердечко. Такой вариант тоже есть. Вот, я так понимаю, тоже разновидность, когда сердце, а это спина, я думал, это живот. Нет, на спинке такое сердечко. Никогда не делали такое своим собакам? Ну, такое нет, но есть у нас одна собака, очень, как ее называют, бэби-фейс. То есть она уже взрослая, но мордочка у нее как у маленького щеночка. Ага, мне еще нравится вот такой вариант, смотрите, как собака. Собака, видимо, поняла, что ее как-то неудачно постригли, судя по выражению ее мордочки. Давайте поговорим немножко про уход. Вот про стрижки мы разобрались, можно учиться. Я так понимаю, видеоуроки в интернете? Да, везде есть, на ютубе, все есть. Совершенно бесплатно. По поводу ногтей, да. Мы говорили о том, что их тоже надо стрижить. Обязательно. Это дорого стоит, если заказывать у грумера, там, профессиональную услугу. Как мы это делаем? Как держать правильно собаку? Потому что я своей пробовал, ничего не получилось, вырывается и так далее. Опять же, обязательно нужно это делать, то есть, с самого раннего возраста. Чтобы собака привыкала, чтобы она знала, что это не больно, чтобы она не стрессовала. Поэтому обстричь, на самом деле, очень легко. Ну, вот у нас есть зона демонстрации. Давайте сейчас покажем, как правильно собачку держать. Потому что я знаю, что в этом бывают проблемы. Хозяин не знает, что с ней вообще делать, и просто хватает его, как-то наваливается и так далее. Давайте посмотрим, как это сделать правильно. Пожалуйста, в нашу зону демонстрации и будем начинать. Итак. Так, собачку можно поставить, можно держать на ручках. То есть, как вам удобно. Так. Сидеть, сидеть. Просим собачку присесть. Да, присесть обязательно. Можно и на ручках, кому как удобно, как приловчились. Ну, если маленькая собака, если овчарка, то проблематично. Ногти у собачки отрастают так же, как и у людей. То есть, ноготочек отрос, и вы видите, где появляется белая полосочка. То есть, значит, там надо стричь. Чтобы было удобнее видеть ноготь, берете лапку и нажимаете на подушечку. И вот, видите, он хоп, ногтик и вылез. Радик, сиди. Скользкая. Ножнички вот такие. Обязательно. Специальные ножницы. Не маникюрные, да. Никаких обычных ножниц. Да, потому что вы порвете ему ноготь обычными ножницами. Ну и все. И вот ноготочек вытянули. Радик боится. Повернись туда. Вот так. Просунули. Я не буду стричь, потому что у него пострижены уже ногти. Лучше возвращайся. Да, вот так. Не дай бог, лапка маленькая. Может всяко произойти. Главное, много не брать. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Лучше пусть будет чуть-чуть длинные ногти, потому что у многих собак очень близко расположены сосуды. Ну, и я скажу, что это стресс для собаки. Конечно. И, кстати, по поводу стресса вы присаживайтесь. Я пока расскажу интересную информацию. Знали ли вы, что очень многие собаки страдают тем, что они, их просто начинают как-то вот брать неправильно и так далее. У них появляется, в общем, стресс, из-за этого меняется даже сознание. Собака может агрессивной стать и так далее, особенно если ее испугают в детстве. Я знаю, что даже есть специальные спа-центры, вот в России, в Москве, например, для собак, где собаки делают массаж как человеку. Вы своим собакам делаете массаж? Нужно как-то вот его делать? Ну, массаж мы не делаем, потому что, ну, как-то, не знаю, это шестерым пока сделаешь массаж, как минимум по полчаса каждому. Ну, как-то гладить же нужно обязательно. Ну, конечно, они вот на ручках можно, для того, чтобы собака успокоилась, можно вот так вот ее ушки вот так вот погладить. Вот, наверное, любимая, да, зона? Это, да, это любимая зона у собак, еще вот здесь они очень любят. Вот тут вот начинаешь гладить, она начинает успокаиваться. И тогда, да, тогда все хорошо. Слушайте, ну, я знаю, что собак многие наши зрители тоже дрессируют, занимаются, ими, я так понимаю, что у вас тоже собаки дрессированы. Какие команды знают? Давайте вот продемонстрируем. Давайте попробуем. И вообще, какие команды должны знать собака? Вы можете проверить, друзья. Ну, вы знаете, у нас не было необходимости как-то, ну, команды учить командам. Какие должна знать собака? Ну, ко мне обязательно, да, ко мне нельзя обязательно должна знать собака. Особенно на улице очень часто подбирают всякую ерунду, и потом, конечно же, придется везти к врачу. Давайте команду какую-нибудь, одну. Одну? Да. Ну, давайте. Смотрите, что у меня есть. А-а-а! Ух ты! Тахинкали? Да. Давай. Итак. Что кушаешь, печенька? Ага. Нельзя. Давай. Давай. И-и-и. Проси. Прайд, проси. Ах ты! Проси. Давай, стой. Ну, давайте на второй поп. Проси. Танцуй, 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 танцуй. Вот примерно так. И моя коллега Таня Матусевич учила собак дрессировки. Давайте посмотрим, что у нее из этого получилось. Ну, что ты. Всем привет! Вы смотрите Лайфхаки. Сегодня я не одна. Знакомьтесь, это Дэнни. Мы вам расскажем, как научить своего питомца базовым командам. Бытует мнение, что собаки мелких пород глупые и не способны ни на что. Я хочу развеять этот миф и показать, на что же способен этот маленький пушистый комочек. Сразу скажу, чем раньше вы начнете тренировать своего питомца, тем больше шансов на успех. Потому что характер и привычки у животного формируются до года. Но если вашему питомцу далеко за 12 месяцев, попробовать тренировать его все же стоит. Для занятия вам понадобятся вкусняшки. Их можно купить в зоомагазине или поискать что-то вкусненькое в холодильнике. Самое главное, чтобы размер поощрения был маленький, потому что команду ваш питомец выполнить далеко не с первого раза, а хвалить ей давать вкусняшку нужно постоянно. Начнем с базовой команды сидеть. Во-первых, сядь на корточки или стань на колени. Будь ближе к своему питомцу, то есть примерно на одном уровне. Что делала я? Я говорила сидеть и садилась сама. Все это делать нужно для того, чтобы животное понимало, что после команды должно быть какое-то действие. И еще можно попробовать надавить на него, как бы помочь присесть. И нужно, естественно, говорить команду сидеть и присаживаем его. Ну что ж, давайте попробуем выполнить эту команду без какой-либо помощи. Дэнни, смотри, что у меня есть. Но он и так сидит. Дэнни, стой, пожалуйста. Ужи, стой. Да, тяжело выполнить команду сидеть, когда собака уже и так сидит. Дэнни, смотри, сидеть. Молодец. Для того, чтобы научить свою собаку давать лапу, протяните ей свою руку и скажите, дай лапу. Дэнни, дай лапу. Дай лапу. Молодец. У этой команды есть два уровня сложности. Можно попросить правую, левую, а также другую лапу. Ну что ж, попробуем. Дэнни, дай правую лапу. Дай правую. Молодец. Дай левую, левую. Левую. Молодец. Дай левую. Левую, 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 левую. Молодец. Дай другую, другую. Молодец. Хвалим, поощряем и двигаемся дальше. Все должны знать, что в вашем доме живет злая собака, поэтому команда «Голос» должна быть отработана на сто процентов. После слова «Голос» скажите «Гав, продемонстрируйте собаке свой талант». Дэнни, голос. Молодец. Иногда мой пес гавкает слишком тихо, поэтому я прошу его сделать это громче. То есть я говорю ему сначала «Голос», а потом говорю «Громче». Ну и сама говорю тоже на пару тонов выше. Дэнни. Дэнни, голос. Голос. Будь здоров. Голос. Молодец. А громче. Молодец. Ну и в конце выступления давайте сделаем фееричный поклон. Для начала покажите питомцу, что нужно вообще делать. Сделайте движение головой вниз, чтобы потом ваш пес повторил. Поклон. Поклон. Молодец. Это далеко не все команды, которые умеет выполнять Дэнни, поэтому если вы хотите узнать еще больше фишек о дрессуре, то обязательно напишите нам. Да уж, Дэнни был слишком увлечен, но суд советов от Ани Матусевича мы поняли. Кстати, вопрос вот, Лизя. А все ли собаки поддаются дрессировке? Я знаю многие, ой, она у меня не поддается дрессуре, поэтому вот она у меня там все ест и подбирает на улице. Мне кажется, что все абсолютно поддаются. Потому что все зависит от породы собаки. Не от размера? Вот мне раньше казалось размер, что овчарки там хуже, там, например, маленькие лучше. Не важно, большая собака или маленькая, все зависит от породы. Потому что вот, например, самая поддающаяся порода собаки – это пудель. Не зря вот она там выступает везде. Но она как бы не такая уж и крупная. Они есть и маленькие, и большие. Ну, это здорово на самом деле. Я знаю, Лиз, что ты еще и ветеринар. По крайней мере, учишься, заканчиваешь обучение. И сейчас же время такое вот лето, когда все гуляют со своими домашними питомцами. И очень опасно подхватить клеща. Потому что для человека это опасно, но менее опасно. А для собаки это порой и смертельно. Как бороться с такой вот летней напастью, хотели спросить. Сейчас же очень много способов. Непонятно просто, что лучше выбрать. Обязательно обрабатывать собаку. Такая вот, как зима у нас сейчас была, то клещи никуда не уходили. Они были в декабре и в январе. Поэтому, естественно, лучше обрабатывать их постоянно. А чем? Чем? Есть таблетки, есть капли, на холку капать которые. Есть ошейники, которые где-то длительность 8 месяцев. То есть хватает надолго. А это действует? Потому что мне всегда казалось, что ошейник это, как знаете, сейчас рекламируют от 5G защиты. Такая флотика. Как бы так же работает магическим образом. Нет, ошейник, опять же, все зависит от производителя. То есть дешевый не покупаем? Смотри, там сайтов в интернете не заказываем. Покупаем в ветеринарной аптеке. Только в ветеринарной аптеке. Специальный ошейник. Обязательно. Хорошо. Если укусил клещ, какая первая помощь должна быть? Естественно, если вы умеете сами доставать клеща, то, естественно, сразу достать, чтобы ничего не осталось в коже. Если не умеете, отвезти собаку к ветеринару. А можете нам показать, как вообще доставать? Ну, примерно, да, схематично? Давайте покажем. Так. Я так понимаю, с помощью нитки обычно это делается, чтобы не раздавить его. Да, очень легко. Значит, берем нитку. Так. Вот, складываем ее напополам. Пополам. Да, и делаем петлю. Обычная петелечка. Вот, обычная петелечка, да. Значит, на месте, где сидит клещ. Обязательно, если собака очень шерстяная, ну, много шерсти, то обязательно, желательно выстричь. Прямо вот ножничками или машинкой. Чтобы было удобнее зацепить, иначе ничего не получится, и только время потратить. Значит, вот получилась петелька. Одеваем. Давай, Фиби, ты очень какая-то боишься. Давайте. И вот, значит, одеваем петлю на клеща. Представим, что это здесь клещ. И затягиваем обязательно. Затягиваем плотно, но не так, чтобы оторвать клеща. И начинаем нитку вот так вот крутить. Крутить, 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 крутить. И, вы знаете, он очень легко сам и оторвется. Вот так вот. Главное, вместе с головкой. Еще такой вопрос. А нужно ли его потом на экспертизу ввести и так далее, чтобы понять, что это опасно? Ну, вообще желательно. Желательно собаке обязательно антибиотик. Так. И клеща обязательно отвезти на экспертизу. Вот так вот. Спасибо вам большое. Кстати, я знаю, что с помощью скотча можно тоже собрать клеща, чтобы он никуда не уполз. И в мусорку лучше тоже его не выбрасывать, потому что потом он выползет и опять где-нибудь по квартире уже будет ползать. Вот так вот. Елизавета, спасибо вам большое, что пришли со своими питомцами. Вам желаем мы удачи. Спасибо, что поделились правилами ухода и заботы о четвероногом друге. Если вы думаете, что животным не нужны бьюти-процедуры, то эти животные докажут вам обратно. Некоторые сами так и просятся чего-то. Сейчас я вам покажу. Называется «Гуляй, масленица» видео. Я думаю, многие видели. Это уже практически мем. Хопа! Вот видите, собаке дали блин, а она такую вот маску сделала. Значит, бьюти-процедуры любят. Тема красоты в этом выпуске не раскрыта полностью, поэтому наш коллега Таня Матусевич решила разрушить мифы домашней косметологии. Поэтому давайте посмотрим, что это будет сразу после рекламы. Это пин-код. Мы по-прежнему в прямом эфире. До рекламы мы разбирались, как можно ухаживать за домашними животными. Но ведь нам тоже хочется быть красивыми. А то я знаю таких заводчиков, которые все в животных, а про себя забывают. В общем, про себя забывать не стоит. Тем более сейчас очень много разных профессиональных средств. Впрочем, не всегда они дешевые. Поэтому мы иногда применяем бабушкины какие-то рецепты. Мы предлагаем вам воспользоваться технологиями, технологиями интернета. И наш коллега Таня Матусевич решила проверить модные такие вот советы, бьюти, и понять, какие работают и какие нет. Вот она в интернет заглянула. Что из этого вышло, давайте посмотрим прямо сейчас. Все мы мечтаем о красивой коже, чтобы она была гладкая и сияла, как у звезд с обложки глянцевого журнала. Но что делать, если на профессиональный уход не хватает денег? Заглянуть в интернет. Там полно советов из серии «Дешево» и «Сердито». И чтобы твои эксперименты увенчались успехом, мы решили попробовать все на себе. А вот кто мы, познаешь прямо сейчас. Кто, как не профессиональный косметолог, знает все секреты красоты. Поэтому проверять бьюти-советы из интернета будем под ее чутким руководством. В интернете нашла прекрасный рецепт, точнее, не уверена, что он прекрасный, маски с эффектом увлажнения. Нам понадобится халва и вода. По компонентам вообще, что ты скажешь, это безопасно? Это безопасное сочетание для кожи, у которых нет явных проблем. Потому что халва богата омега-6, которая напитывает кожу и увлажняет. Подробного рецепта в сети я не нашла, поэтому у нас пропорции примерно такие. 20 граммов халвы и 2 столовые ложки воды. Тщательно вымешиваем, пока маска не станет густой, как сметана. Такую маску можно носить нормальной комбинированной кожей, у кого нет высыпаний и повреждений. Как мы узнаем, нормальная у нас кожа или ненормальная? Если кожа блестит, либо на коже имеются высыпания, то тогда такую маску я не рекомендую делать. Если, в принципе, кожа не жирнится, если кожа не реагирует, не чувствительная, то такую маску можно использовать, наверное, даже всем. Самое главное – не держать ее долго. 15-20 минут будет более чем достаточно. Наносить на очищенную кожу. Пусть этот раствор пока постоит, а мы приступим к приготовлению еще одного бьюти-средства. Следующий рецепт, который я нашла в интернете – это маска из яйца. Что нам нужно сделать для маски? Желток или белок? Ну, на самом деле, можно использовать как желток, так и белок. Желток подойдет больше для сухой кожи, а белок подойдет больше для жирной кожи и для кожи, которая нуждается в лифтинге. Я рекомендую в желток добавить чуть-чуть меда. Просто нужно вымешать тщательно и нанести на лицо тоже на 15-20 минут. А белок уже лучше взбить нам с помощью венчика. Вот это вот из желтка куда мы будем наносить? Тебе мы будем наносить ее на щеки. Те зоны, которые у нас нуждаются в увлажнении и питании. Так, а белочек взбитый красивый мы нанесем на Т-зону. Кто не знает, Т-зону вот здесь. Сейчас популярны пленочные маски. Они и кожу увлажнят, и черные точки уберут, и от прыщей избавят. И да, это чудо-средство можно приготовить в домашних условиях. Нам понадобится уголь и клей ПВА. Данный рецепт я не рекомендую применять, потому что клей ПВА должен использоваться по назначению. И не нужно его смешивать ни с углем, ни с каким-либо еще препаратом. Поэтому безопасность превыше всего. Ну а что по поводу кофе? В интернете тоже восхваляют и превозносят его качество. Говорят, что тоже очень полезно, что и кожа будет прекрасная, красивая. Так ли это? Кофе я рекомендую использовать только для тела, как пилинг для тела, но ни в коем случае не для лица. Потому что кофе может навредить нежной коже лица. А в принципе по телу мы можем его применять. Можно смешивать с медом, можно смешивать с гелем для душа и использовать при ежедневном принятии душа. Но если чуть-чуть нанести на лицо, то что будет? При регулярном использовании скраба из кофе лицо можно обезвожить и высушить. А потом вам понадобится яйцо, желток или белок, чтобы все восстановить. Разобрались. Ну что же, наступает момент истины. И буквально через считанные минуты разрешится интрига с домашней косметологией. Присаживаюсь в кресло к косметологу и, признаюсь вам, так я давненько не стрессовала. Честно страшно. Не бойся. Так многие делают. И ты попробуешь. И наши зрители, возможно, попробуют, если это реально будет работать. Первой в бой идет маска из халвы. Наносится как обычная маска. Пахнет приятно. Пахнет чем? Халвой пахнет. С орешками. Можно не только себе маску сделать, но и перекусить. Для любителей халвы, мне кажется, очень даже хорошо. И для сладкоежек. А на Т-зону мы нанесем маску из белка. Эту маску можно наносить в несколько слоев. Мне до сих пор страшно. Слушай, ну холодно. Ее можно подогреть? Нет, потому что белок, он сварится. И потом уже нанесение будет невозможное. Наверное, я себя уже чувствую таким пирожком. С халвой. Так как сейчас многие пользуются активно антисептиками для рук, кожными антисептиками, кожа рук она страдает. И поэтому маску с яичным желтком и медом мы решили нанести, Татьяне, на руки. А у меня уже белок, и сейчас на ногу буду текает. Наносим равномерно, оставляем на 15 минут. После хорошенечко моем руки в теплой воде. Для закрепления процедуры не лишним будет нанести крем. Я думаю, что, в принципе, на лицо тоже можно использовать эту маску, потому что... Боже мой, у меня все до сих пор течет. Потому что кожа мягкая. Я думаю, что, в принципе, лицу мы не навредим. Так, давайте уже смывать эту маску с лица. Ну вот, уже прошло 20 минут, и мы начинаем снятие маски. Сначала снимаем белковую маску. Снимаем аккуратненько по массажным линиям. Как ощущения, Татьяна? Ну, вот была небольшая сухость, да, я говорила, что немножко стягивает кожу. Но пока не могу ничего сказать. Сняли, и слава богу. Свет лица очень красивый. Да? Красивый. Очень. А дайте мне зеркало, пожалуйста, я хочу на это посмотреть. Сейчас, одну минуту. Я чувствую кожу стала такой легкой, воздушной, очищенной, увлажненной, напитанной. Ладно, если серьезно, на самом деле, я не могу ничего сказать плохого. Кожа, в принципе, у меня в нормальном состоянии, и сейчас я вижу, что ничего не изменилось. То есть я себе не навредила, и это факт. Так что, друзья мои, эти советы я могу с легкостью сказать, они безопасны. Но лучше все-таки магазинные кремушки, масочки, тонечки и все прочее. Потому что на заводах работает команда профессионалов, которые создают формулы для того, чтобы эффект был гораздо лучше и быстрее. Ой-ой-ой, на птицефабрике команда работает, чтобы яйца хорошие были. Тоже мне тут придумали. И вообще, девушки очень странные. Сначала что-то мажут лицо, а потом что-то говорят, что не работает. Я вам тоже в интернете нашел реальный, хотя бы доказанный способ. Значит, смотрите, вы пленкой себя оборачиваете, вот примерно так, как бы дырочки для глаз делаете, и оп, дышите через все это. И говорят, что поры так раскрываются, и как-то, в общем, с кожей что-то получается. Ну, в общем, как я понял, не все советы из интернета стоит применять на себе. Будьте аккуратны и смотрите программу Пин-код. Ну и в завершении нашей программы полезная для всех информация. Компания «Пряный дом» не стоит на месте и продолжает удивлять. Новинка компании «Беречные лавры» воплощает мечты хозяек в реальность. А гороховый суп домашний – это горячее блюдо на обед за 20 минут. Пряный дом, привычный вкус в новом формате. Такая информация была, друзья, сегодня. Спасибо большое, что были с нами. Это программа Пин-код. Не забывайте заходить в нашу группу во Вконтакте. Там найдете срочную новость, которая появилась не так давно. Оказывается, не лето даст интервью в нашей программе. Задавайте свои вопросы. Обязательно смотрите интервью с известным и любимым артистом в нашем эфире. На сегодня все. Хорошего вам настроения. Проведите день пользой. Проведите его на телеканале «Беларусь-2». Меня зовут Герман Малышицкий. Хорошего дня. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!